Затронуть тему, которую может быть всем известная тема, и мы о ней будем говорить, исходя из слов Всевышнего Аллаха Супана Аталия Фазакерфа и Назикратан Фоль Муменин. Напоминаю, поистине напоминания приносят пользу верующим. А тема это та тема, которая касается каждого нас, каждого из нас. А это наше свидетельство, которое вводит человека в ислам, и оставление, которое выводит человека из ислама, это свидетельство «Ля Иля Иля Ла». То есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Все мы произносим это свидетельство, и довольно часто. И хотелось бы просто напомнить о достоинстве этого свидетельства. Потому что иногда человек, когда делает то или иное благое дело, оно переходит у него в привычку. И он перестает чувствовать сладость этого благого дела. Эта вещь, то есть для того, чтобы то или иное дело у человека не переходило в привычку, и он не чувствовал того, что он теряет и не чувствует сладости этого дела, он нуждается в том, чтобы ему кто-то напоминал о достоинстве этого дела, о достоинстве этих слов, о достоинстве того или иного убеждения. И сегодня я хотел поговорить с вами о достоинстве свидетельства, которое все мы произносим, это свидетельство «Ля Иля Иля Ла». И эта тема, о которой я говорю, она считается самой важной темой. Многие в наше время хатыбы, то есть те люди, которые делают худбы, те люди, которые преподают те или иные уроки, перед тем, как рассказать о той или иной теме, как бы начинается вступление, и в этом вступлении они рассказывают о важности или об опасности той или иной темы, о которой они хотят рассказать. И очень часто, то есть, они поднимают ту или иную тему, дают понять людям, что это самое важное, самое актуальное тема на сегодняшний день. И делают то, что Всевышний Аллах, Субхану Атали, сделал важным, ставит, делает из него наиважнейшим. У нас есть важные вещи, но есть наиважнейшие вещи. Или ставят вперед то, что Всевышний Аллах, Субхану Атали, поставил назад. Знаете, братья, Бараку Луфикум, самой важной темой, самой важной темой во все времена и во всех местах эта тема – свидетельство Ля Иляхи Ла Ла. Это то, из-за чего Всевышний Аллах, Субхану Атали, создал этот мир. Все, что вы видите вокруг, все, что творится с вами каждый день, все это, Бараку Луфикум, было создано только из-за этого и слова. Из-за слова «Ля Иляхи» для Аллах, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране «Ва ма халякту льжинного линса и ля ли ябудун». Я создал джинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. И как пришло в Тафсирах, Бараку Луфикум «Иля ли вахидун», то есть поклонялись только одному мне, один из Тафсиров этого аята. Всевышний Аллах, Субхану Атали, говорит о достоинстве этого свидетельства, свидетельства «Ля Иляхи Ла», то есть нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Атали. В Коране «Ал-Ля вина аману, валям яль бису иманахум биззулим, уляй каляхум амн, вахум мухтадун». Те, которые уверовали, и не облекли свою веру несправедливостью. Им будет безопасность, и они будут ведомы прямым путем. Бараку Луфикум, если посмотреть на этот аят, мы видим в этом аяте Всевышний Аллах, Субхану Атали, говорит о вере «Ал-Ля вина аману», те, которые уверовали. Это в арабском языке называется «Ивбат», подтверждение. Валям яль бису иманам биззулим, и вторая вещь называется «Нафьи», то есть отрицание, «и не облекли свою веру несправедливостью». То есть этот аят Бараку Луфикум, он несет в себе смысл свидетельства «Ля Иляхи Ла», то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И Всевышний Аллах, и тот, кто уверовал, то есть него, Всевышний Аллах, Субхану Атали, и не облек свою веру несправедливостью, а эта несправедливость, Всевышний Аллах, Субхану Атали, указывает на вид этой несправедливости. А эта несправедливость, то, о чем сказал Всевышний Аллах, Субхану Атали, на языке Лукмана, он сказал своему сыну, «О сын мой, не предавай Аллаху никого всотоварищу, поистине, предавать Аллаху кому-либо всотоварищу является большой несправедливостью, является большой несправедливостью». Это самая большая несправедливость, которая существует на земле. И поэтому Всевышний Аллах говорит, «Алля вина аману валям яльбису иманам безволям, те, которые уверовали и не облекли свою веру несправедливостью, то есть ширком, преданием Аллаха кого-либо всотоварищу, им будет безопасность». И эта безопасность, как говорят ученые, как на этом свете, так и на том свете. Часто многие из нас чувствуют отсутствие безопасности, чувствуют беспокойство. Человек иногда не может спать. Вроде бы он сутки, двое, трое не спал и не может спокойно заснуть. Иногда у человека вроде бы все средства есть, допустим, для того, чтобы... Он хочет, он голодный, он хочет кушать, но у него нет аппетита. У него нет аппетита. Почему? Из-за отсутствия безопасности. Он боится за себя, он боится за семью, он боится за своих детей. Вот это вот отсутствие безопасности, Барак Лауфикум, основная причина отсутствия безопасности, это именно тогда, когда человек совершает зло. А это зло в отношении Всевышнего Аллаха. Потому что мы из этого аята видим, с вами Барак Лауфикум, Всевышний Аллах, Субхан Аталия, сказал, «Те, которые уверовали и не облекли свою веру злом, им будет безопасность». И, как говорят ученые, чем больше у человека веры и чем меньше у него зла, тем больше ему будет безопасности. И, как доказательство от противного, обратным путем точно так же. То есть, чем больше у человека зла, чем меньше у человека веры, тем больше он будет лишен безопасности. Также Всевышний Аллах дальше продолжает в этом аяте. Они ведомы, ведомы прямым путем, как на этом свете, так и на том свете. Если у человека, Барак Лауфикум, вера его полная, если он не совершает зла в отношении Всевышнего Аллаха, Субхан Аталия, он будет ведом прямым путем на этом свете. И на том свете Всевышний Аллах, Субхан Аталия, ведет его в рай. Знаете, братья Барак Лауфикум, что свидетельство, которое мы произносим, свидетельство, ля, иля, илла, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Это свидетельство обязует вхождение, то есть, свидетельство является причиной того, что человек заходит в рай. И, как сказал пророк, Салаллаху Алейхи Ва Салям, тот, кто засвидетельствует о том, что нет никого достойного, кроме Аллаха, рай для него становится обязательным. Рай для него становится обязательным. Также в других хадисах пришло о том, что пророк, Салаллаху Алейхи Ва Салям, сказал, тот, кто засвидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, зайдет в рай. Кто-то из вас спросит, задаст вопрос, а как же понимать тогда тех хадисов, в которых рассказывается о том, что многие из тех, кто свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, то есть из тех, кто говорит «Ля илях лалла», зайдут в ад. Есть же такие хадисы? Эти хадисы понимаются так, Бараклауфикум, у Ахли Сунна Уджама, то есть у тех, кто на том, на чем был пророк Саласим, его сподвижники, четыре имамы и другие ученые, что вхождение в рай, Бараклауфикум, бывает двух видов. Либо прямое вхождение в рай, либо позднее. То есть человек, который произносит «Ля илях лалла», искренне от сердца, он в любом случае попадет в рай. Однако есть люди, которые сразу в рай попадут. Однако другие же люди, они попадут в рай, но, может быть, не сразу. Задут в огонь по причине того или иного греха, пока они очистятся от этого греха, а потом Всевышний Аллах, см. Наталья, выведет их из этого огня и введет их в рай. И поэтому противоречия нет. То есть этого хадиса, где пророк Салаллаху Алейхи И.С. говорит о том, что тот, кто засвидетел, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, становится обязательным для него рай. Или же тот, кто засвидетел о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, что он войдет в рай. Нету противоречия между этими хадисами и теми хадисами, в которых рассказывается о том, что единобожники, то есть те, кто произносит «ля илях лала», зайдут в огонь за некоторые грехи. Также, барак лауфикум, то свидетельство, которое мы произносим «ля илях лала», это самое лучшее поминание Аллаха, самый лучший вид поминания Аллаха. Мы знаем, что люди часто иногда хотят поминать Аллаху. Кто-то говорит какой-то зикар, то есть аскары, виды поминания Аллаха. Кто-то говорит одно слово, кто-то говорит другое слово, кто-то говорит вообще то, на что не указал ни Аллах, ни его посланник, или поминает Всевышнего Аллаха, тем видом поминания, которым не поминали его ни пророк, ни его сподвижники. Знаете, барак лауфикум, что самый лучший вид зикара, самый лучший вид поминания Всевышнего Аллаха, это свидетельство «ля илях лала». Свидетельство «ля илях лала». Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Это то, о чем сказал пророк, сказав, самое лучшее поминание Аллаха, это «ля илях лала», а самая лучшая благодарность Всевышнего Аллаха, это слово «альхамду лаля». Этот хадис передал имам Багави в твоей книге «Шарх Сунна». Третье барак лауфикум. Знаете, что свидетельство «ля илях лала», когда человек искренне произносит его и живет в соответствии с ним, это является причиной того, что ему будут прощены все его грехи. Является причиной тому, что будут прощены ему все его грехи. И какие бы великие эти грехи не были, какими бы великими, какими бы огромными они не были. Передается в хадисе барак лауфикум о том, что один мусульманин однажды украл у другого мусульманина верблюдицу. И тот мусульманин, то есть хозяин верблюдицы, привел того человека, которого он подозревал, пророку салаллаху алейхи вассалям. И пророк салаллаху алейхи вассалям потребовал от того мусульмана, то есть у которого украли верблюдицу, доказать, что действительно его брат украл у него верблюдицу. Но у него явных аргументов не было. У него явных аргументов на то не было. Были всего лишь подозрения. Тогда пророк салаллаху алейхи вассалям потребовал у того мусульмана, то есть у обвиняемого, поклясться тем, поклясться о том, что он не воровал этой верблюдицы. И тогда тот человек поклялся, сказал, «Валлах, илля зиля, иллях, илляху». Клянусь тем, кроме которого нет никого достойного. Поклонение. «Валлах, илля зиля, иллях, илляху». Но пророк, салал Аллаху алейхи вассалям, путем знамений с неба узнал, что он действительно является вором. Сказал, «Нет, ты взял эту верблюдицу, верни ему, однако тебе прощено за твое свидетельство». То есть, потому что он засвидействовал, сказав, «Валлах, илля зиля, илляху». Клянусь тем, кроме которого нет никого достойного поклонения. То есть, Всевышним Аллахом, субханал Таля. То есть, видите, он совершил грех, он своровал. Еще и обманул, но он засвидействовал великим свидетельством. И это свидетельство стало причиной тому, что ему был прощен этот грех. Также, пророк, салал Аллаху алейхи вассалям, рассказал нам о том, что Всевышний Аллах, субханал Таля, сказал, то есть, хадис, который называется хадис Куси. Всевышний Аллах обратился к человеку и сказал, «О, сын Адама, поистине, если твои грехи достигнут небес, то есть, такие будут огромными, а затем ты попросишь у меня прощения, я прощу тебя. О, сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами подобной величины земли, не предав мне никого в сотоварище, я прощу тебя». То есть, представьте, грехи величиной в землю. Сколько это надо грешить? Как это? Сколько стараний надо проявить? То есть, чтобы столько грехов было записано. У нас в исламе, баракулуфикум, по милости Аллаха, субханал Таля, если человек завершает один грех, ему записывается всего лишь один грех. А если человек совершает праведное дело, ему записывается 10 праведных дел. 10 праведных дел. Поэтому факт в этом хадисе, сколько человеку надо было нагрешить, чтобы его грехи были в величину земли. И несмотря на это, Всевышний Аллах, субханал Таля, говорит, если ты придешь ко мне с грехами в величиной землю, не предавая никого мне в сотоварище, то есть, будешь жить в соответствии с ля и ля и ля, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, то я прощу тебе. Также мы знаем, Всевышний Аллах, субханал Таля, говорит в Коране, поистине Всевышний Аллах не прощает, когда ему предают кого-либо в сотоварище, то есть, а кто предает Аллаху в сотоварище кого-либо? Тот, кто не живет в соответствии с ля и ля, и прощает все, кроме этого. Субтитры создавал DimaTorzok